Здравствуйте! В студии 8 канала Алина Черненко. А это значит, пришло время говорить. И сегодня мы говорим о том, где и как встретить свою вторую половинку. В народе говорят, любовь нечаянно нагрянет. Но есть и те, кто предпочитает не ждать, а искать. Именно для таких людей придуманы экспресс-знакомства. Более подробно об этом мы поговорим с нашими гостями. Руководитель проекта Hello Party Ксения Журавлева и участники Hello Party Ильшат и Ольга. Здравствуйте! Спасибо, что пришли. И мой первый вопрос Ксении. Откуда пришла такая идея? Когда и почему решили создать у нас в Владивостоке такие вечеринки? На самом деле идея пришла не ко мне в голову. Я совершенно случайно узнала от своей подруги историю о ее подруге, которая очень раздосадована тем, что не попала на такое мероприятие у нас в городе. И я так включилась здорово эмоционально, расспросила о том, как это проходит, что это вообще такое, не зная о формате и никогда не слышав об этом. На самом деле мне рассказали эту историю о том, что в Владивостоке уже существуют такие мероприятия буквально несколько месяцев, и занимается этим один молодой человек. И в связи со своей общей занятостью он, к сожалению, закрыл проект и не может этим заниматься, так как это достаточно энергозатратно и затратно по времени. Меня очень заинтересовала эта идея. Я опустилась в поиски информации о таких вечеринках, смотрела различные фильмы, такие как «Метод Хитча», может быть, знаете, «Секс Большом в городе». И там я увидела такой формат, меня это очень-очень привлекло, и, соответственно, я купила франшизу московской компании «Хэллоу Пати» и занялась этим. Кейсты – прямо олицетворение торжества надежды и веры над жизненным опытом. Спасибо, что пришла. Я знаю, это глупо, и тебе совсем это не нужно. Рахманинов мне нравится больше других заумных композиторов-романтиков, но, несмотря на повальный антисметизм среди немцев, мне все равно нравится «Вагнер». О, да. Хорошо. Приятно было. Спасибо. 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 Всего доброго. Пока. Привет. Привет. В последнее время одиноких людей стало больше. В чем причина? То ли не хватает времени на личную жизнь, то ли это просто отговорки. Об этом мы поговорили с экспертом, психологом Александром Коломейцем. Когда у человека есть потребность с кем-то иметь отношения, да, ведь одиночество – это же ведь стремление, желание иметь эти отношения близкие и страх иметь эти отношения близкие, потому что там нужно будет предъявить себя ни фальшивого, ни слова, ни придумать. И играть долго нельзя будет, да, нужно быть тем, кто ты есть. Значит, нужно принять себя. Это вообще серьезная такая задача. Поэтому, когда какое-то время люди поиграли, разбежались, они опять могут продолжать это делать. Когда они погружаются в такие отношения, то там неминуемо. По этому поводу есть чудесная притча такая, ну, анекдотичная, как бы. Люди ее воспринимают очень буквально. На самом деле она более глубокая. Вот Чурча, в отличие от многих, так сказать, современных людей, знает, что под одним одеялом одному холодно, а вдвоем под одним одеялом тепло. Вот когда вот есть такие отношения людские, человеческие, да, действительно и под одним одеялом тепло. Но сейчас выяснилось, что если такие отношения у людей есть, у них дофамина выше, уровень дофамина выше. А значит, дотационные способности выше. Если они поняли это, что вот любить других людей, действовать во благо других людей, очень важно, да. Почему альтруистический, без ответной обязательной реакции. Если они это понимают, то они адаптируют. Ну, расскажите немного о правилах, вот, именно таких вечеринок, да, что нужно, чтобы туда попасть. Все очень просто. Когда человек видит, допустим, где-то нашу рекламу, он звонит, мы задаем ему ряд вопросов, на которые он отвечает. Вопросы очень простые. Это пол, возраст, имя, уровень образования и, ну, каким образом он узнал о нашем проекте. Таким образом он попадает в нашу базу участников. Далее, когда, ну, в определенную дату, в определенное время, в определенном месте, у нас намечается мероприятие. Этот человек приходит с заранее купленным билетом. Билетики мы разводим по городу, и участники у нас уже с готовыми билетами приходят на мероприятие. В кафе собирается равное количество мужчин, женщин, парней, девушек, так как разные возрастные категории. И, собственно говоря, начинается процесс взаимодействия. Девушки сидят за столиками, у каждой свой столик. Мужчины подсаживаются за столик, соответственно, своему порядковому номеру. Ну, есть определенные правила, да, как мы регистрируем участников. И общение длится 7 минут. По московским правилам это 4 минуты. Мы более лояльны. А 7 минут хватает? Ну, давайте спросим об этом участников, я думаю. Так как я думала, что хватает, да. После мероприятия образуются пары, и это значит, что люди все-таки находят друг друга на наших мероприятиях. Я думаю, 7 минут достаточно для того, чтобы человек просто понравился или не понравился, да. Первое мнение, а далее они встречаются, влюбляются, женятся. И мы рады за них. Да, ребят, вы скажите, хватает 7 минут? Я думаю, да. Потому что если тебе человек не очень понравился, да, у тебя как раз ровно столько времени, чтобы сохранить лицо. Если тебе человек понравился, за эти 7 минут ты узнаешь то, что тебе нужно. Это нормально. Я тоже абсолютно согласна, что время вообще подходящее. То есть успеваешь понять, понравился ли тебе человек внешне, ты успеваешь в первые буквально 10 секунд. А в дальнейшем при общении ты понимаешь, хочешь ли ты встретиться со всем человеком вновь. Не надо запомнить про 10 секунд, мне кажется. А есть такое, что не знаете, о чем разговаривать, что спросить? Ну, на самом деле, там вот раздается как раз билет участника, да, небольшие подсказки есть. Там, как всегда, право дается рулить мужчинам. То есть я должен представиться, рассказать о своих увлечениях, да, еще о чем-нибудь интересном, которое произошло в ближайшие дни, и все, и разговор уже завязывается без проблем. Я первый раз, когда пришел, я пришел с работы, вот сразу же на вечеринку. Вечеринка, да, это называется? Да, вечеринка. Вечеринка, да. И я думал совершенно о других вещах, договор, отгрузки, что-то было не так. Но, наверное, да простят меня барышни, к третьему столу я уже был хороший. Давайте продолжим уже именно конкретно говорить об этих вечеринках. Сколько стоит билет, да, чтобы найти свою половинку? Ну, не все с первого раза находят свою половинку. Билет стоит 1200 рублей. В стоимость билета входят доставка его и напитки на вечеринке. Потому что общаться приходится много. Так же, как у вас в студии стоит вода, да, для приглашенных. Так же у нас предусмотрены напитки для того, чтобы в горле не пересыхало. Кто-то волнуется. Да, люди волнуются. Да, общение длится нон-стоп. Причем, как организатор, могу заметить, что есть динамика, да, у мероприятия. Конечно, когда первое-второе свидание, ну, немножко в зале ощущается вот этот вот волнительный момент. И напряжение, да? Да, так разговоры тихо-тихо. Далее, да, где-то к третьему свиданию люди уже смеются, очень открыто говорят, громко. Да, и темы разговора расширяются. Ну, безусловно. Так как мы ходим, да, в процессе, наблюдаем за участниками, готовы всегда к ним подойти там и помочь. Мы слышим, что уже не просто привет, как тебя зовут, да, как твои дела. Начинаются какие-то увлечения. В последнюю очередку кто-то разговаривал о солдатиках. Да, меня так удивило, я думаю, как глубоко они за 7 минут успевают друг с другом знакомиться. А скажите, с какой регулярностью проходят такие подобные вечеринки и вечера знакомств? Ну, у нас тоже есть определенная сезонность, так как летом, да, люди многие уезжают на моря, на океаны, на природу отдыхать. Летом где-то 2 раза в месяц, 2 раза в месяц. Ну, осенние, весенние, зимние сезоны где-то 3. Ну, бывает 4. По-разному, в зависимости от того, как собирается группа. Но, в принципе, пользуются популярностью вечера знакомств? Конечно. 3 года, и у нас не было перерывов. Так, чтобы вот в месяц не проходило ни одной вечеринки, такого не было. А преобладают больше как? Обращаются девушки или парни все-таки, да? Хотят познакомиться. Ну, по нашим условиям обязательно равное количество человек, и мы соответствуем этому стандарту. Поэтому, так или иначе, мы делаем упор в ту или иную сторону. Если мы понимаем, что на мероприятие не хватает, например, мужчин, мы делаем рекламные какие-то СМИ, оповещения о том, что нам нужны мужчины на это мероприятие и на эту дату. И, соответственно, их добираем. По-разному бывает. Бывает так, что не хватает девчонок, бывает так, что не хватает мальчишек. Относительно, конечно. Ну, если уж совсем врать, то, конечно, девчонок побольше. Особенно старшего, более старшего возраста. Так как, в принципе, у нас преобладает категория от 25 до 37. Ну, где-то так, да, в среднем. Вот после 40 много женщин. Можно сказать, они самые активные, да, получается? Или нет? Вот именно такой возраст. От 25 до 37. Вот это самое активное. Да, да, в поиске серьезных отношений. Так, наши мероприятия направлены именно на это. А ведете ли вы статистику сложившейся пары? Нет. Мы уважаем, да, жизнь наших клиентов. И, ну, я считаю, что это не очень хорошо, да, спрашивать, а как у вас завязалось, да, там, с Петром Михаилом и Александром. Ну, я думаю, что люди не очень адекватно будут на это реагировать. А благодарность есть? Звонят и говорят, что вот, да, спасибо вам. Безусловно, такие случаи есть, но их мало. Так, чтобы они звонили и говорили, по большей части мы узнаем от других людей. Ну, например, приходят друзья кого-то из этой пары, говорят, что вот, моя подруга встретила у вас на вечеринке своего мужа, вот у них недавно родился ребенок, у нас уже есть дети с нашего проекта, мы точно его там знаем. В социальных сетях у нас есть история любви. Ну, о которых мы узнаем. Но, к сожалению, точно статистики нет. Ребята, вот вы, расскажите, почему все-таки решили попробовать найти свою половинку именно таким способом? Слово предоставляется, да. Вообще, на самом деле, познакомиться, вот лично для меня, это не трудно. Но так как мы все много работаем, все самореализовываемся в жизни, мне всегда хватает времени. И это прекрасно, мне кажется, мероприятие, где собираются хорошие люди, где собираются люди непосредственно уже с целью знакомства. То есть не приходится где-то искать в каком-то ресторане, а есть ли у него кто-то, боятся вот этого всего. Нет. Ты приходишь, общаешься, все приходят знакомиться. Очень удобно, я считаю. Ольга, вы сколько раз уже ходили на подобные вечера? Я ходила два раза. Два раза? Да. Результаты есть? Результаты в плане отношений? Да, ну действительно, что кто-то понравился. Получается, да, что нравится человек, но не всегда можешь понравиться ты ему, потому что это по-обоюдному. То есть если вы друг другу понравились, тогда вы встречаетесь. И не всегда впоследствии оказывается это тот человек, который как-то его себе представлял. Ильша, какая ваша история? Я соглашусь, да. Современная жизнь такова, что процентов 90, наверное, нашей жизни – это работа и какое-нибудь хобби там еще. Но в основном это работа, и практически не остается времени. Там, когда скапливаются красивые девушки, да, ты уже уставшись, отдыхнешь или еще что-то делаешь. Вот, поэтому это, и повторюсь за Ксенией, да, вот этот старый добрый фильм про методы хитча, я тогда его посмотрел, были какие-то моменты для меня там даже открытия, и когда я узнал, что есть такие вечеринки, конечно же, с удовольствием воспользоваться этой возможностью. Это здорово. Где-то ты даже узнаешь себя, да, ты думаешь, что ты там, у тебя свое представление о себе, когда ты начинаешь общаться там с дамами, да, ты о-о-о, даешь там о, или наоборот. То есть варианты разные, может быть. А до этого какие способы выбирали для знакомств? Как знакомились? Было так давно. Ну, в основном улица, транспорт, наверное, именно в живую, да, общение. То есть я не представляю, как можно, честно говоря, знакомиться через интернет, хотя знаю, что современные поколения, да, наверное, большая доля нашего населения именно там. Ну, честно говоря, я предпочитаю, наверное, в живую общение. Это здорово. Ольга, вы пробовали через интернет? Да, я пробовала, наверное, все способы знакомства. Но мне на самом деле тоже так не нравится и неудобно это. А так мне нравится, когда со мной знакомиться. А потом уже в дальнейшем продвигается общение общее. Ну, вы считаете, что, в принципе, должен сначала позыв быть от молодого человека, да, что он должен как-то дать понять? Я считаю, что да. Девушка может разрешить, а мужчина должен из поступок, из действия. Ну, это ощущается. Ты же садишься и все равно, наверное, да, 10 секунд ты отвела. Нам успеть сообразить, да, в тренде ты или нет. Это ощущается там, либо вы, как бы, схожи, да, симпатизируете друг другу, либо нет. И там уже, сводя из этого, ведешь, как бы, беседу. Либо это нейтрально о погоде, о дорогах и так далее, да. Не может, что-то более личное. Ксения, а вот способ отбора, в принципе, только кто обратился, да, заполнил анкету и может участвовать. Нет каких-то критериев особенных, да? Только возраст определяет его в определенную категорию? Да, конечно, ну, сам по себе критерий отбора – это стоимость билета, да, так как 1200 рублей, ну, точно не заплатит какой-нибудь, там, студент первого курса, да, поэтому люди приходят уже взрослые, которые работают и так далее и тому подобное. Конечно, когда мы доставляем билеты, мы видим людей до мероприятия, и мы вправе отказать. Ну, если человек вдруг, например, там, в состоянии алкогольного опьянения, да, или что-то там такое, неадекватное какое-то поведение, я не знаю. Ну, такие случаи были. Были случаи, когда мы узнавали, что люди женаты и отказывали в билете. Ну, то есть есть такие люди, которые этого не скрывают. К сожалению, в печати, в паспорте мы не смотрим, да, но так или иначе, когда вопрос задаешь открыто, ну, видишь, человек или увиливает, или говорит, что да, я все равно хочу пойти посмотреть. Поэтому стараемся, конечно, избегать этого момента и не продавать таким людям наши билеты. Да, возраст, когда люди нам звонят, да, и попадают в нашу базу, мы спрашиваем помимо их возраста и их еще возрастные предпочтения партнера. Да, потому что не все девушки 25 лет любят парней, да, там, 25-30. Некоторые девушки 25 лет любят мужчин, там, 40-45. Такое тоже есть, да, и поэтому мы включаем соответствующую категорию, чтобы всем было интересно. А на вечеринках только разговаривают или, в принципе, устраиваете какие-то конкурсы, чтобы люди как-то лучше друг друга узнали в такой более атмосфере, да? Да, конечно, мы стараемся разнообразить наши мероприятия. Мы не растягиваем сильно программу, так как все-таки это спид-дейтинг, да, быстрые знакомства, и, по сути, они ориентированы на тех людей, которым некогда, да, как говорит, решать 90% времени на работе. Люди приходят уставшие, как правило, это проходит либо в будние дни, либо в воскресенье, вот, и, ну, нет смысла прям сильно-сильно затягивать, и, тем более, формат таков, что, ну, это точно не дискотека и не клуб, а кому он за 30. Вот, поэтому, да, мы устраиваем некоторые конкурсы, розыгрыши, различные лотереи, ну, какие-то такие приятные моменты, которые участникам будут до бонуса. А есть постоянные, прям, вот, люди, да, клиенты, которые приходят постоянно в поиски своей второй половины, не только так, один-два раза, да, и с большим каким-то промежутком, а вот каждую вечеринку. Я не скажу, что постоянные в течение трех лет есть, да, но какой-то период бывает постоянный. Вот они ходят, ходят, возможно, кого-то она ходит. Вот у нас недавно была постоянная клиентка, мы ее очень все полюбили, и она ходила вот на каждое мероприятие, причем в разные возрастные группы, искала, искала, и в один прекрасный вечер после мероприятия она подошла и сказала, все, я больше к вам не приду. Но это было по-доброму, она просто осталась после вечеринки с тем мужчиной, которого она выбрала, и все-таки нашла. Ну, мы их благословили на счастливую семейную жизнь, и все, больше она не появлялась. Да, такие есть, ну, это буквально два-три месяца и активно, потому что некоторые люди правда считают, что под лежачий камень вода не течет. Ольга, вы говорили, что испробовали много способов, да, познакомиться. Какие? Ну, вот примерно перечислите зрителям, да, может, кто-то сидит, кто-то не знает. Так же, как и у всех, в соцсети, сайты знакомств. Бабушка Агафья была? Как ты не знаешь бабушку Агафьи? Нет, такого нет. Ну, для меня я просто на виду у людей, то есть работала с людьми, до сих пор работаю с людьми, и они сами меня находят. Поэтому просто быть всегда с людьми рядом. Олбаться. А как вы относитесь еще к служебным романам? Как вы считаете? Это интересный вопрос. Нам дадут время подумать. Не хотелось бы раскрывать всякие моменты. Мне кажется, что в принципе, да, знакомство – это такая вещь, которая происходит у людей, да, на их ближайшем ореоле. Это место жительства, это работа, это какой-то коллектив, ну, может быть, танцевальный, не знаю, театральный, да, то есть хобби, где люди взаимодействуют, там они и общаются. Так как я являюсь еще организатором событий праздничных, в том числе и свадебных, я часто задаю вопрос, где же познакомились люди. И очень часто звучит рабочая сфера профессиональная, очень часто. Ольга, самого такого не было, не могу даже прокомментировать. Ну, я не против. Ну, не исключаете такого? Нет, нет. Мужчина многозначительно промолчит. Ксения, расскажите, а где проходят такие вечера знакомства? Вечеринки проходят в различных заведениях города. Мы специально их отбираем, так как нам не просто заведения нужны. Конечно же, они должны быть уютными, красивыми, легко доступными. Как правило, это центр города. Ну, стараемся следить за открытием новых заведений, да, и с удовольствием с ними сотрудничаем. И в этих заведениях обязательно должно быть два зала, для того, чтобы сохранялась интрига. Когда гости приходят в кафе в назначенное время, девушки регистрируются в одном зале, мужчины регистрируются в другом зале, для того, чтобы друг друга не видеть. И, ну, сохранялась своего рода интрига, да. Когда проходит процесс регистрации, мужчины проходят в зал к дамам, где уже и происходит процесс семиминутного общения. А что бы вы пожелали тем, кто сейчас в поиске, да, своей второй половины, вот, от вас, как вы считаете, что им нужно делать? И слово снова предоставляется, да? Делать главное. Не сидеть дома, не думать о том, что я бы хотела бы познакомиться, или, возможно, надо пойти, просто идти и делать. Даже комментариев, наверное, у меня нет, да? Да, действительно, быть активными. Кто ты ищешь, кто ищет, тот всегда найдет, наверное. В любом настроении, в любом состоянии. Как бы, если есть возможность, пользуйтесь. Есть моменты, да, когда вообще не ожидаешь. То есть вот счастье, оно как раз появляется тогда, когда ты его не ждешь. Это, наверное, правда в этом, в процентах тоже, наверное, 90. Поэтому нужно быть всегда активным, всегда быть готовым ко встрече. Ну, плюс теорию вероятности никто не отменял. Чем больше мы двигаемся на встречу, тем больше оно тоже двигается нам. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Вам мы желаем скорее найти свои вторые половинки, а вам продолжать соединять сердца. Спасибо. Мой контактный телефон у нас здесь. Поиски. Сегодня мы говорили о тех, кто в поиске, о тех, кто нашел и как. Ищите друг друга, а если уже нашли, берегите. Это было «Время говорить». Спасибо за внимание и увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова